Буквально это значит, что были руки его верны. Вот такой я видел перевод. Я не встречал больше таких выражений. Почему используется здесь именно это? Может быть, для того, чтобы объединить вот эти два видения. Так сказать, по пшату. Моше жил человек, он устал. Под него подставили камень и держали его руки. И духовно, что Моше было тяжело утверждать, что народ безгрешен и достойен победить в войне. И как-то его укрепляли в этой вере. Не знаю. Наверное, есть и другие комментарии. Где-то, может быть, это описано и более подробно. Так, я просто напоминаю, что я ставлю задачу разобрать прямой смысл. Так что написано в самом тексте. А как понимать текст, я надеюсь... Это понятно, просто очень как-то было интересно. Конечно. Ну что же, я ставлю цель заинтриговаться, чтобы вы сами отправились к комментариям. Я считаю, что... Я теперь вижу, что такая цель достигнута. Так, Юн Гиммл, пожалуйста. Вы? Нет? Вы. Евгений, Евгений, прочитан, а если вы. Да. Здесь мы видим, что Амалек. Не был побежден, не был уничтожен. И вот это вот Митцва об уничтожении Амалека, мы читаем о ней дальше. Ну вот, Тимофей нам поможет. Так? Яд. И сказал Всевышний Моше. Запиши это в память, в книгу. И положи в уши Йошуа. Сотру Мехо Мхе. Я сатру полностью. Я сатру. Да. Память об Амалеке из-под небес. Из-под небес. Совершенно верно. Напоминаю вам, что ровно через месяц мы будем слушать в это время Магилат Эстер. И при упоминании Амана, злодея, мы раньше было принято брать два камня, писать на них имя Амалека и стучать имя друг об друга, чтобы стерлась эта надпись. Но мы говорили с вами только что о том, что уничтожить Амалека физически, как это было дано Йошуа, о чем мы читаем в этом отрывке, или несколько позже царю Шаулю. Мы такой возможности не имеем, но можем его ослабить каким образом. Когда мы делаем добрые дела, исполняем волю Всевышнего, мы не оставляем злу никакого питания, и ему ничего не остается, кроме как удалиться. Вот так. Спасибо, Тимофей, все правильно. Тет Вав. И у нас остается немножко времени разобрать Беркатанзон. Да? Ва Ивен Моше Мизбех, ва Икра Шемо Ашема Неси. Можно курсор? Да, да, конечно. И построил, и понял? Построил, здесь построил. Построил Моше жертвенник и назвал его имя Всевышний. Да, Мое чудо Нес. А, Мое чудо. Нес, это может быть понятное, как знамя, да? Да, верно. Еще раз, да, хочу подчеркнуть. Спасибо, спасибо, Людмила. Я хочу подчеркнуть, что вот такие вот названия не следует помять превратно, как некоторые понимают. Никто не считает, что сам этот жертвенник и является Всевышним. Просто это название жертвенника, потому что построил он в память о том, что Всевышний здесь сотворил чудо. Всевышний – чудо Мое. Это жертвенник он так назвал, да? Да, 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 это название жертвенника. Ну, очевидно, вот так было принято имя давать. Так, спасибо, Тет Зайн. И последняя фраза. Так, значит, как сказать? И сказал Кият, потому что… Потому что имя, да? Да, потому что, извините, рука, рука. Аль-кес, кес-престол, да? Рука на престоле Всевышнего, да? Вот это сокращение, это тоже имя Всевышнего. Да, не вслух, да, это оно. Так, война как-то, лагем, ну, за Бога, да? Да, война у Бога в Амалеке. В Бога с Амалеком из поколения в поколение, видимо. Совершенно верно, спасибо, что уже все правильно. Этот отрывок читается, по-моему, в Сампуре, да. Да, думаю, что так. Еще обратите внимание, как слово престол, так и имя Всевышнего написаны неполностью. Неполностью, да. А это символизирует, что пока непобежден Амалек, вот у Всевышнего как бы, Всевышнему тут чего-то как бы не хватает. Не полностью явлен в мире. Да, не полностью он явлен пока. Еще один аспект, зачем Амалек был создан, каково его народно-хозяйственное значение. Амалек – это кнут в руке пастуха. Когда Всевышний хочет наказать нас, когда мы заслуживаем наказание, приходит Амалек, вот для того он и существует. Соответственно, если не будет надобности в наказании, то Амалек отомрет, как деньги при коммунизме. Вот такая история. Сейчас я попробую совершить чудо и сделать демонстрацию другого экрана, просто программа мне почему-то не давала таких возможностей раньше, но может быть… Надо выйти из одной демонстрации и войти в другую. Именно так, да-да-да. А как я могу выйти из демонстрации? А вот как. Закрытие. Я останавливаю, так, и делаю новую демонстрацию, да. Так, ну, ребята, чудо происходит, чудо бывает, так, ага, так, ага, понятно, понятно. Итак, мы сборной помощи в прошлых циклах разобрали первое благословение и второе. Второе. Второе целиком, второе целиком, третье, третье надо. Это в записях какого года? Теоретически, 21-го, может быть, 22-го. Я еще, Бог даст, поищу. Если надеются, можете ссылочку в Телеграм? Ну, конечно, разумеется. Да, будем надеяться, так. Значит, тогда мы начинаем отсюда, да? Да. Отсюда? Так, да, может быть, вы дадите детишкам тоже, ребяткам почитать тоже. С удовольствием, с удовольствием, мы не меньше работаем. Итак, вот маленькая сноска, что в седурах принятое имя Всевышнего обозначает двоя буквами Ют. В Торе обычно пишут тетраграмматон, там, где в самом свитке так написано, или иначе. Так, прошу вас, тогда я читаю первую фразу, а потом вы передаете микрофон. Рахем, это императив, смилуйся, будь милосерден на это просьба, выражение просьбы. Бог Всевышний наш, над Израилем, народом твоим, да, смилуйся в отношении Израиля, и над Ярушалаемом, городом твоим, и над Ционом, слово Мишкан, которое обозначает Искинию Завета, это обиталище, каводеха, кавод. Слава, слава, почет, почет. И над царством дома Давида, твоего помазанника, дом Шиеха, и над домом великим и святым, Шиеха Шиеха, что назвал, что назвал ты именем своим его буквально, то есть твое имя. Скорее, может быть, именем, которое поминается или почитается там. Ну, хорошо, пусть будет так. Которому взывают там. Ага. Шиник Рашин, Ха Аллах. Что зовут имя твое к нему? Да, буквально так. Именем, которым взывают, или именем, к которому взывают. Ага. Аллах. Хорошо. Так, отсюда будет читать кто? Тимофей. Тимофей. Да, давайте. Я продолжаю, да? Как вам будет удобно? В принципе, мы можем... Давайте по две строчки тогда, пускай у каждого. Просто по чесноку, по чесноку. Тогда вот так, да? Переводим. Эль-Хейну. Так. Жалься над нами. Это обращение ко Всевышнему. По Всевышнему обращение. А, да. Всевышний наш, Отец наш. Да. Рейну. Это пастух. Прости нас. Прости нас, да. А вот Зунейну, Тимофей. Догадались? Беркат Амазон. Да. Питание. Питай нас, да. Масса – это достаток, заработок, обеспечивание заработком. Халькалай – это экономика. И экономь нас, и снабжай нас. Пропитай нас, да. Да, еще раз пропитай. Пропитывай нас. Да. В Альвихейну. Ревах, да. Что такое ревах? Чудо знакомое, не могу. Простой, пробелка. Распространи. Нет, нет. Гарваха – это практически то же самое. Да. Ирвих заработать. Зарабатывать. Дай нам заработать, да. Зарабатывать. Гарвах – это тоже то же самое, да. То же самое, да. Прокорми нас. Прокорми нас и Вышний. Вышний наш. Вскоре от всех забот наших. Да. Наверное, в Арвах как-то иначе надо переводить. Да, да, да. Смотрите, давайте посмотрим в словаре. Дело в том, что тут два, может быть, значения. Вот Лану это имеется в виду не пропитай нас, а ты пропитатель наш, так пропитай же нас. Руэну, зуэну, вот это все означает. У меня, например, в Сидуле написано, как именно ты пастырь наш, ты там кормилец наш, ты обеспечитель наш. Так прокорми же нас, вот так вот. Они так, они так. Ага, прекрасно. Так. Вана, ну, дальше? А я, наверное... Ой, да, сейчас Людмила, подожди. Людмила, потом Шуша, всем, всем хватит, ребят. Да, хватит. Вана, аль, татрихэну, ашэмэл, алькэйну, лолидэй. Извините, курсор вперед. Да, да, все правильно, извините, напоминайте. Матнах, Басар, Фадам, Вэло, Лидэй, Палваатам. Вот здесь давайте остановимся и переведем. И, пожалуйста, не... Татрихэйну. Не делай так, чтобы был сорок, чтобы была нужда. Ага, не посылай нам нужды. Чтобы не было, да. Да, иначе не... Лидэй, не через, через путем, то есть буквально руками. Не через подарки. Амакнат – это как патана, да. Басар, Вадам? Плоть и крови, то есть... Да, то есть добрая воля человека, который не что иное, как Басар, Вадам. Как перевод, чтобы не зависели от воли. И не через Галваатам. Галваа – это одолжение, одолжить. То есть не... Чтобы мы не зависели ни от подарков, ни от одолжений. Подарок – это то, что я получаю и не должен возвращать. Галваа... Как это по-русски сказать? Займы, то, что берут взаймы, кредит, кредит. Да, да. Кредит нельзя, да? То есть то, что я беру, потому что мне сейчас это необходимо, с тем, чтобы потом отдать, да? Одолжение – это в смысле получается как заем, да? Да, да, именно так. Чтобы не зависеть нам ни от милости людских, ни от чего там, так сказать, каких-то одолжений. И по жертвам мы последствия должны будем вернуть. Да. Так. Так, передаем микрофон. Басар – это мясо, то есть плоть, дам – это кровь. Я видел в каком-то советском издании кто-то, наверное, знающий иврит. Ну, представляете, 70-е, а, может быть, и 60-е годы прошлого века. Переводил название некой книги, написанной прогрессивным, конечно же, израильским писателем. Менах басар в адам. Мы знаем это выражение «царь из плоти и крови». Это из молитвы противопоставляется Всевышний Царь Наш Небесный да, царю, который на земле. То есть правит нами, но он человек. Так вот, перевод был дан такой. Царь кровавый, кровавый царь. Басар в адам. Хотя смысл здесь, конечно, совсем другой. Басар в адам – это не что иное, как человек из плоти и крови. Да. Так? Спасибо. Ну, здоровье. Так. Кто дальше? Да. Так. Ким им леадеха млеа птуха ак душа варахова швено не бошь вало никвам леолам баэт. Да, я знаю. Так, это значит, что бы мы, да? Вот, здесь это такой оборот. Ки им. Кроме как. Кроме как. Не поставь на… Ну, там продолжение, чтобы мы не зависели ни от кого из людей. Кроме как, от твоей, как сказать, которая наполнена. Она наполнена, раскрыта, она также свята и рахова. Это как широкая? Широкая, да. Так. Чтобы вы не… Слово «буша». Стыд, стесняю. Не были мы… Да, чтобы мы, да. Не были пристыжены. Да. Не так. Николэм. Николэм. Стыха. Это от какого корня? Халима. Да вот, давайте посмотрим. Стыдиться. Буша ухалима. Мы не были посрамлены никогда-никогда. Да, 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 да. Да. Никогда. Да, совершенно верно. Спасибо. Вот здесь… Так, где мы… Вот здесь, да. Вот здесь идет вставка, которую мы читаем в празднике и в Рошхудыш. И после этого благословение продолжается вот досюда. А вот здесь начинается уже следующее благословение. Я думаю, что вот здесь мы сегодня остановимся. Вот здесь, вот здесь, вот здесь. Там, где мы… Докуда мы дошли? Вот. И напомните, я буду начать вот с этих вставок. И я думаю… Ну, может быть, ребяткам дадут еще по строчке прочитать еще тем, кто не прочитал. Ну, давайте, да, чтобы не обижать. Давайте так. Хорошо. Тогда разберем Рошхудыш. Все по порядку было, да? Ну, теоретически можно, да. Пускай… Ну, давайте так, да. Кто у нас еще не успел, да? Слушай, Юля теперь должна, да? Слушай, Юля. Это под вот этим… Ага, все, я поняла. Вот отсюда мы читаем, да? Вот это. Да, это так. Так, тут довольно сложная конструкция, но я готов помочь. Итак? Всевышний наших отцов, Бог наших отцов поднимет… Я, Алев, Яво, поднимется и придет. А, и придет. И явится. Теперь я обращаю ваше внимание, что в современном иврите без огласовок каждое вот из этих слов писалось бы с двумя юдами, чтобы подчеркнуть, что это что такое, что это нефаль. Будет сделано так-то и так-то. Е-ра-э – это «будет увидено» в Е-ра-це от слова «ро-це». И будет желанно, да? И призван. Нет, шаман. И будет услышанно. Ой, все услышанно, да? Да. И факет – это «служить», да, по-моему? И будет ему услышанно. Сложно перевести это в глагол, мы говорили с вами об этом. Ну, я бы сказал, и будет задействовано, правда, это некий технический такой термин, но смысл передается, да? Да? Ну, из-за «херпа», то есть «помни», будет… И будет воспомнено, да? Что именно? Зихрунену, память наша. Зихрунену, это память наших отцов. Наших отцов, спасибо, Юлия, вы справились. Так, спасибо, кто дальше? Так, остался у нас, по-моему, Евгений читал. Евгений, пожалуйста, вот до сюда мы дойдем, вот до сюда, вот до этого слова, потому что это уже относится к конкретной дате. Пожалуйста. Зихрун, Иерушалайм, Иерах, у меня в стиле написано чуть иначе, Иреха, ну, смысл тоже, да? Везихрон, Машиха, Машиах, Бен, Давид, Авдах, Везихрон, Каль… Коль, 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 Везих, да? Огласовка уже… Нет, нет, это огласовка Камаз-Кацар, который «о», есть два Камаза. В слове «коль» это Камаз, который «о», «коль». Коль, Амеда, 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 Бейт, Исраэль, Левнейха, 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 и в Летах… Левнейха, да. Ле-то-ва-лехэм-лехэсет-у-лэр-ха-майм-лэрахамим. Да. Давайте попробуем перевести. Вспомним, что вы прочитали вот здесь. Вспомнена память о нас. Зихрон Иерусалим и Рах Память о чем? Да Иерусалима Да, ворота твоего Да, везихрон Машия Память Да, да Машия Цая Сына Давидова Потомки Давида, раба твоего Зихрон Коль Амха Память всего народа твоего Дома Лефаныха Перед тобой Теперь Ли Флейта Флейта Это спасение, насколько я помню Да Это не название музыкального инструмента Для спасения Дальше Ле то Ле то вам Для добра Для блага Да Лехен улхэсет улрахамим Это часто соединяется Такое выражение Да Как мы это переведем Почти синонимы Для милости Для доброго отношения Для милости Для милосердия Да Так Ле хаим Да Для жизни Да Улэ шалом И для мира Да И мира И для мира И дальше мы Перечисляем Вот все Оказии Когда мы читаем Вот этот вот Отрывок Вот он Специальная ставка В Рош-Ходыш И праздники Дальше идет Перечисление Давайте вот Отсюда Тогда В следующий раз Мы и продолжим Всем большое спасибо Еще раз С праздником Кубешват Вот И с Божьей помощью Спасибо Спасибо Так Пожелаем Можно сказать Хаг Самэ Ну это не совсем Хаг Но Самэ Как говорят Хаг Вот я даже Не знаю Это Ну еще Тубешват Самэ Тубешват Самэ Да Тубешват Игия Хаг Лейланот Лейланот Пожел Вот Но мы с вами Празднуем Так Пожелаем Натану Хорошего отдыха И Скорейшего Возвращения Натан Так что На следующий раз